По статистике, к концу января люди отмечают, что наконец-то устают от праздников и готовы с новыми силами включаться в рабочий процесс. Ну а те, кто работы не имеют, как раз начинают ее усиленно искать. Какие профессии сейчас востребованы на эту тему, поговорим сегодня с ведущим инспектором Центра занятости города Красноярска Екатериной Козловой. Доброе утро, рад вас видеть на шестидень. Здравствуйте. Вот, допустим, потерял я работу вследствие каких-то там событий, назовем это так. Я вот как человек, вообще не знающий, как работает Центр труда и занятости, мне вот нужна работа. Что мне нужно сделать? У вас есть несколько способов. Вы можете прийти лично, и инспектор подберет вам варианты трудоустройства по вашей профессии. Можете поискать в интернете. У нас есть официальный сайт, и все вакансии там есть в свободном доступе. Можете получать услугу через интернет. Такая возможность тоже есть. Ну а вообще, какие профессии на сегодняшний день востребованы? По крайней мере, вот каких заявок от работодателей к вам приходит чаще и больше всего? Ну, востребованы более рабочие профессии. Да. Это порядка 70% от общего числа. Ну, можете прям перечислить, не знаю, автомеханик, там, слесарь, сантехник или кто? Да, слесари востребованы как на производстве, так и слесари по ремонту автомобилей. Это те, кто работает в строительстве, в обрабатывающих производствах, в пищевом производстве. То есть... А можно ли переквалифицироваться путем, вот, не знаю, как-то можете подсказать, где и как, может быть, даже бесплатно переобучить человека, который, возможно, с высшим образованием, но не имеет вот какого-то такого прикладного навыка, но в сложившейся ситуации не против стать, не знаю, вот кем-то из вышеперечисленных работников? Есть такая возможность, действительно. Мы ежегодно порядка двух тысяч красноярцев переобучаем. Это безработные, это женщины в декретном отпуске и те, кто получает страховую пенсию по старости. Есть такая возможность, да? Ну, а если вот те профессии, которые вы назвали, они все-таки мужские, там, строительство, слесарь и прочее, а вот девушек на что переобучаете? И вообще, опять же, какие-то женские профессии вот востребованы сегодня? Востребованы, да. Женщины чаще всего обучаются, например, профессии бухгалтера или специалиста по смитной работе. Также есть мастера маникюра, парикмахеры, фотографы. Эти специалисты сегодня тоже востребованы и могут найти работу через центры занятости? Вроде просто все привыкли, что перечисленные профессии – это такие фрилансеры, ну, люди, которые, собственно, даже как-то и свой доход-то не афишируют. Ну, после окончания обучения у них есть возможность либо трудоустроиться на те вакансии, которые есть, либо организовать собственное дело, вот то, о чем вы как раз и говорили. А есть вообще в красноярских предприятиях, где требуется фотограф, например? Нафициальную работу бывают такие? В городе достаточно большое количество фотостудий, а также те, кто работает по найму, поэтому... На самом деле там вариантов огромное количество. Фотографы иногда требуются. Вот вы даете советы о том, как вести себя на собеседовании, и вообще нужно ли указывать в резюме такие подробности, как, например, знак зодиака? Ну, в резюме, как правило, отражаются только деловые качества, и таких ситуаций, чтобы кого-то искали конкретно, допустим, там, тельца или близнеца, таких случаев у нас не было. Поэтому акцент только на деловые качества. Но на самом деле на пустом месте возник у Вячеслава вопрос. Действительно, ходят слухи, рассказывают, что на собеседованиях сегодня продвинутые работодатели иногда интересуются знаком зодиака. Ну, возможно, таким образом они хотят какой-то психологический портрет составить. Возможно, опять-таки, не имея навыков в колодной психологии, но зато хорошо знакомы с астрологией. Возможно ли такое? Вот составить психологический портрет вот за короткое время? Ну, ладно, опустим зодиак. Ну, вот как произвести, может быть, правильное впечатление с точки зрения психологии? Что не нужно делать? Каких вопросов избегать? А может быть, наоборот? Как себя вести на собеседовании? Ну, вы знаете, собеседования очень часто сравниваются с экзаменом, а на экзамене человек волнуется, когда чего-то не знает. Поэтому нужно максимально собрать информацию о том предприятии или организации, куда вы идете, и тем самым показать работодателю свою усведомленность, о том, чем он занимается, какие имеет достижения на рынке, какова его история, структура и так далее. И вот такие моменты, они, как правило, придают уверенности на собеседовании. Рассказывая о себе, на чем нужно акцентировать внимание? На количестве детей, не забывайте. Например? Опять-таки, только на деловых качествах. То есть то, что может быть применимо конкретно на этой вакансии, какие человек имеет достижения, какие имеют квалификации, применимые к этой профессии. А вот вы в центре занятости проводите какое-то подобное собеседование, когда человек к вам впервые обращается? Либо в данном случае вам нужно, опять же, только собрать какие-то данные о его образовании и предыдущих местах работы, а психологического портрета составлять вам, собственно, и не нужно. Когда вы рекомендуете человека на определенную должность конкретного работодателя? Самое главное, чтобы подходила квалификация человека, который ищет работу. То есть в нашу задачу не входит составлять психологический портрет человека и понимать, насколько он подойдет к тому или иному работодателю. Это уже на собеседовании люди сами для друга определяют. О разделении по профессиям, по гендерному признаку. Есть такой негласный, вроде как такая байка о том, что в крановщики в большинстве своем идут девушки. Так ли это? Вообще, в принципе, вот несвойственные для девушек профессии, они часто ли встречаются вообще? Крановщики, водители троллейбусов, еще что-то такое. Правда ли это, что там больше девушек, чем мужчин у этих профессий? Вы знаете, скорее это миф. Есть такие случаи, когда действительно девушки, женщины устраиваются на абсолютно не женские профессии. Например, профессия облицовщика. Она достаточно физически сложная. Но у нас были случаи, когда соискатели работали, к примеру, бухгалтером всю жизнь в офисе, а потом пришли вот к такому решению, что они хотят облицовывать здание. Я просто, ну сейчас разъясню зрителям, буквально две секунды облицовщик. Это керамические плитки, каждая весом по... Вот пачка там шесть штук весом по 32 килограмма каждая. Если здание многоэтажное, ты на строительных лесах вот так вот вручную подаешь туда-сюда, цепочка из людей, это вручную подается вся эта история. Это физически просто нереально тяжело. Тут я не представляю, как девушка может на этой работе работать. Однако, видишь, есть такие. Я не имею, да. Разносторонняя, развита личность рядом с он мне сейчас сидит. Просто удивляешься каждой минуткой. Расскажите, пожалуйста, еще такой момент, куда обращаться. Вот вы упомянули, что есть сайт, можно наверняка ознакомиться с какой-то информацией и в интернете. Он всем известен, но я предлагаю его все-таки назвать, чтобы наши телезрители знали, куда вот уже буквально-таки сегодня можно обратиться. Адрес сайта в интернете красцзн.ру. Можно позвонить по телефону горячей линии 201-4156. Ну что же, огромное вам спасибо. Мы большое рады были побеседовать с вами. Уверена, что для кого-то эта информация будет полезной и, возможно, сегодня станет толчком для того, чтобы найти себе новую любимую работу. Большое спасибо, была с нами в гостях, у нас сегодня в гостях ведущая инспектор Центра занятости Красноярская Екатерина Козлова. Будем рады видеть вас с у нас приходить. Спасибо. Спасибо вам огромное, всего доброго.